Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале МПД Солюмар. С вами я, Кирилл Паскуряков, инструктор по фридайвингу и подводной охоте. Сегодня у нас на канале большой тест. Мы решили раз и навсегда ответить на этот глобальный вопрос, что же круче, арбалет или пневмат. Этот спорт действительно ходит среди всех, наверное, бывалых подводных охотников. Как знаете, кто круче, лыжник или сноубордист. Соответственно, мы решили выяснить, кто же круче, арбалетчик или пневматчик. Такая забавная штука. Действительно, мы провели очень большой тест с очень долгим отстрелом в бассейне. Мы делали около 500 выстрелов за две ночи. В общем-то, большой труд. Надеюсь, вы оцените. Так что смотрите до конца. Будет интересно и полезно. Давайте расскажу вам о том, какую механику мы использовали, что мы оценивали. А потом переместимся с вами в бассейн, и вы посмотрите, какой же у нас получился результат этого теста. Для этого теста мы взяли две пары ружей. Не одну пару, а две пары ружей, чтобы увеличить объективность нашего теста. В разных двух длинах и в разных двух ценовых сегментах. Вот у нас первая пара. Это пневматика и арбалет. Оба 50-ки длина. Соответственно, и оба самые дешевые. Самая дешевая пневматика, Сальвимар Predator Rock. Самый дешевый арбалет, Сальвимар Wild Pro 50. И, напротив, самые дорогие, Сальвимар Hero Арбалет и Сальвимар Predator Cripsis с ним в овакуум. Значит, давайте дальше расскажу вам, как же мы это все дело тестировали, да, и по каким критериям оценивали. Для начала хочу сказать, что для того, чтобы их протестировать, мы взяли ни одного стрелка. Ну, мог бы я просто пойти и отстрелять их всех. Но это было бы менее, по крайней мере, объективно, чем если бы мы взяли нескольких стрелков. Поэтому мы пригласили, помимо меня, еще двоих стрелков. Причем не простых, а золотых. Первый из них это Александр Пустов, мастер спорта по подводной охоте, чемпион России по подводной охоте, член сборной команды по подводной охоте, организатор всероссийских соревнований по спортивной подводной стрельбе и подводной охоте. В общем-то, человек, который очень-очень много времени в своей жизни посвятил стрельбе из подводных ружей. Второй стрелок у нас приглашенный, это Александр Бурцев, капитан сборной России по подводной охоте, дважды чемпион России по подводной охоте, мастер спорта по подводной охоте. Он принимал участие в двух или трех этапах чемпионата мира по спортивной подводной стрельбе и по подводной охоте. В общем-то, тоже человек с очень богатым опытом. Ну и третий стрелок, это я, в покойных сругах, Кирилл. Собственно говоря, у меня тоже 15 лет на стрелу, с разных ружей, по разным рыбкам, в разных местах и условиях. Вот, поэтому посмотрим, что из этого получится. Давайте расскажу более подробно о механике проведения теста по каждому критерию оценки. Значит, первый критерий оценки у нас это мощность. Для того, чтобы оценить этот показатель, мы сделали вот такие вот мишени. Они сделаны из бенополиуретана. Материал достаточно легко пробивается, в принципе, гарпуном. Ну, здесь наклеечка, она такая плотная еще, типа, как ПВХ-шки, короче говоря, сделана. В любом случае, мишень гарпун достаточно легко пробивает. Тем не менее, из каждого ружья с какой-то определенной дистанции происходит ситуация, когда гарпун пробивает мишень и выходит за мишень на какое-то расстояние. И мы это расстояние будем рулеткой измерять. Следовательно, допустим, из первой пары Wild Pro 50 и Predator 50 мы стреляем. Из Predator у нас гарпун вылетает на 40 сантиметров за мишень, там с 3 метров, допустим, дистанции. А из Wild Pro только на 10 сантиметров он вылетает за мишень. Ну, следовательно, мы считаем, что Predator более мощное ружье. И, соответственно, мы считаем общее количество выходов за мишень гарпуна, суммируем его и высчитываем среднеарифметическое. У какого из ружей в какой паре по среднеарифметическому вылет гарпуна будет дальше, то и победила в номинации мощность. Оно мощнее, оно больше пробивает мишень, легче гарпун проходит дальше. Следующая номинация у нас это точность стрельбы. Мишень, как вы видите, у нас есть десяточка, наш центр, да, от него, соответственно, отходят по кругу цифры в сторону уменьшения. И здесь мы, исходя из этих же 9 выстрелов из каждого ружья от 3 наших стрелков, просто считаем, сколько баллов какое ружье набрало и какое ружье больше баллов набрало. То есть, у какого было больше выстрелов ближе к десятке, ну, то и побеждает в номинации точность. Думаю, что с учетом того, что это 3 стрелка с 3 разных дистанций, с каждого ружья по 3 раза стреляют, это будет достаточно объективно показывать нам, у какого же ружья выше кучность. А, и здесь, кстати говоря, надо акцентировать ваше внимание на важном моменте. Стрелкам запрещено делать корректировки, то есть никто не делает никакие корректировки. И вот мы уже в бассейне. Уже установили мишень и огневые рубежи. И, как вы видите, мишень установлена на отметке в 0 сантиметров, и далее мы по рулетке поставили наши огневые рубежи на дистанции от 1 до 5 метров. Через каждые 50 сантиметров. Каждый стрелок перед выстрелом будет сначала кончиком ружья прикасаться к огневому рубежу, а затем отводить ружье по плитке на дне бассейна к центру мишени. Таким образом, мы будем контролировать соблюдение дистанции выстрела. Начнем. Первый выстрел в тесте на мощность и точность открывает наше испытание Александр Пустов, и он стреляет из ружья Wild Pro 50 с дистанции 1,5 метра. Гарпун прилетает в нижнюю семерку, то есть на 4 сантиметра ниже центра мишени. И с такой маленькой дистанции легко пробивает мишень на вылет. Мы решаем, что нет смысла замерять рулеткой дистанцию вылета из мишени, когда гарпун пробивает ее насквозь. Второй выстрел из Wild Pro от Саши Пустова уже с дистанции 2 метра. Как ни забавно, с увеличением дистанции увеличивается точность. Теперь восьмерка на 2 сантиметра выше центра мишени. Получилось 16 сантиметров. И третий выстрел из ружья Wild Pro с дистанцией уже 2,5 метра. И еще одна восьмерка. Wild Pro радует своей кучностью. Ну а пробитие с этой дистанции составляет 7 сантиметров. Теперь следующий стрелок Кирилл Проскуряков. Ружье Wild Pro 50. Дистанция 1,5 метра от кончика гарпуна. Смотрим. Еще одна восьмерка и пробитие на 55 сантиметров. Странно, почему в прошлый раз с этой дистанции гарпун легко прошел мишень на вылет. Но тест есть тест. Показываем вам все как есть. Снова Кирилл с дистанцией 2 метра из ружья Wild Pro 50. На этот раз шестерка. Видимо, глаз с утра не поправил. Ну и пробитие на 30 сантиметров. И финальный выстрел от Кирилла с 2,5 метров. Девятка с 2,5 метров от кончика гарпуна. Wild Pro продолжает увеличивать точность по мере увеличения дистанции. Вылет гарпуна на 12 сантиметров. Ну что же, идем дальше. И здесь у нас случилась небольшая техническая замена Александра Бурцева на Романа Болотова. Рома также известный подводный охотник с многолетним стажем. И он выступал в данной съемке в роли подводного оператора. Но в связи с небольшими трудностями со здоровьем у Саши Бурцева, в этом тесте Роман выступил в роли стрелка. Ну что же, смотрим. Первый выстрел Роман из ружья Wild Pro 50 с дистанцией 1,5 метра от кончика гарпуна. Вот она, вот она, первая десятка в сегодняшнем тесте. И пробитие на 80 сантиметров. Ну вот опять шестерка. Какая-то неудачная дистанция эти 2 метра. Вылет гарпуна 50 сантиметров. И крайний выстрел из Wild Pro от Романа с дистанцией 2,5 метра. И еще одна восьмерка с вылетом на 26 сантиметров. Ну, теперь однозначно уже можно говорить о том, что кучность самого дешевого арбалета более чем достойная. Выстрелы на вылет мы приняли решение считать как полную длину гарпуна. И в случае с арбалетом Wild Pro 50 это 85 сантиметров. Таким образом, мы имеем суммарные результаты по нашему бюджетному арбалету в 70 очков по точности и 361 сантиметр по вылету. Настала очередь нашего пневмата Predator Rock в длине 55. Итак, смотрим первый выстрел из него от Саши Пустого с дистанции 1,5 метра от кончика гарпуна. Сразу девятка. И такая девятка очень близкая к десятке, практически заходящая на черное пятно центральной части мишени. Ну и уверенное пробитие мишени на вылет. Гарпун вместе с наконечником у нашего пневмата 60 сантиметров длиной. Так и зафиксируем в нашей таблице результатов. Шестерка и вылет на 55 сантиметров. Девятка и прямо в то же отверстие, что и от выстрела с дистанции 1,5 метра, из-за чего гарпун выходит на вылет. И наш короткий бюджетный пневмат переходит к следующему стрелку – Кириллу Проскурякову. Дистанция 1,5 метра от кончика гарпуна. Смотрим, что получится у Кирилла. Все же присутствует кривизна в руках у одного из наших стрелков. Двойка. И ему, и на мишени. Пробитие на вылет. Девяточка с 2 метров от кончика гарпуна. Кирилл реабилитируется как стрелок. Ну и пробитие на вылет. Из 2,5 метров восьмерочка по точности и гарпун пробивает мишень на вылет. Первый выстрел Ромы с дистанции 1,5 метра дает нам всего 5 по точности, ну и уже традиционно пробитие на вылет. Второй выстрел Романа с дистанции 2 метра дает нам результат в 7 баллов и очередное пробитие на вылет. Завершающий выстрел от Романа показал нам результат в 6 баллов по точности и еще одно пробитие на вылет. Вот и результаты теста первой пары бюджетных коротких ружей. И мы отчетливо видим, что, как мы в принципе и предполагали, арбалет существенно выигрывает в точности, а пневмат, конечно, выигрывает в мощности. И в общем-то по первым двум тестам и первой паре у нас пока ничья. Посмотрим, какой будет результат по итогам всех тестов обеих пар ружей. А мы пока переходим к тесту на точность и мощность второй пары наших испытуемых. На этот раз у нас пневматый арбалет из премиального ценового сегмента и в длине 75. Дистанции для этих ружей мы уже взяли существенно больше и начали с 3 метров от кончика гарпуна. Напомним, что это почти 5 метров от глаза до мишени. И это только первая дистанция. Итак, Александр Пустов, выстрел из пневмовакуумного ружья, предатор ВОТА КРИПСИС 75 с 3 метров. Ну что же, вроде бы неплохой результат. 7 баллов по точности и гарпун проходит насквозь. Посмотрим, каков будет результат на следующей дистанции в 3,5 метра от кончика гарпуна. Ох, это пока один из худших результатов по точности за весь тест. Двойка. И вылет гарпуна на 85 сантиметров. Может быть мы ошиблись с дистанциями, с 4 метров гарпун вовсе не долетит до мишени. Давайте посмотрим на этот выстрел. Нет, с дистанцией мы не ошиблись. Так как гарпун прилетает без отклонений вниз по траектории и пробитие на 65 сантиметров. Но вот точность, к сожалению, подводит. Опять двойка. На этом испытании в строй вернулся наш Александр Бурцев. Посмотрим на него в деле. Итак, первый выстрел Бурцева из пневмата 75 с 3 метров от кончика гарпуна. Шестерка по точности и гарпун ожидаемо проходит мишень на вылет с этой дистанции. О, досадная единица с дистанции 3,5 метра от кончика гарпуна. Теперь уже от Саши Бурцева, а гарпун проходит на вылет. С 4 метров мы видим шестерку по точности и вылет на 76 сантиметров. Остался третий стрелок. Ждем, какой результат будет у Кирилла из этого ружья. Шестерка и на вылет. Идем дальше. Ну что же, пятерка. Дистанция, конечно, больше, но по точности результат пока выглядит слабоватым. Даже очень слабовато. Пробитие на 85 сантиметров. И крайний выстрел из длинного пневмата с 4 метров от Кирилла дает нам аж девятку. И уже практически стандартное для этой дистанции 76 сантиметров пробитие. Вот такие результаты, дорогие зрители, нам показал наш премиальный длинный пневмак. Кучность, прямо скажем, не сильно радует на этих дистанциях. А вот пробивная способность, как нам кажется, на уровне. Теперь главная интрига, как себя покажет наш дорогой длинный арбалет в этих же условиях. Давайте посмотрим. Итак, первый выстрел из ружья Хирова 75. Дистанция 3 метра от кончика гарпуна. Стреляет Александр Пустов. Смотрим. И первый выстрел не может не радовать. Точность на 8 баллов и пробитие на 90 сантиметров. Надо еще понять, случайность это или закономерность. И снова восьмерка с пробитием на 110 сантиметров. Гарпун попал практически в то же самое отверстие, поэтому и пробитие больше. И снова восьмерка. На этот раз немного ниже и левее. Да и пробитие с 4 метров от кончика гарпуна на 80 сантиметров. Это серьезный результат. И еще раз восьмерка и в то же отверстие, что и у Пустова на первых двух выстрелах. Из-за этого, разумеется, гарпун на вылет проходит мишень. Семерочка и чуть правее. При этом пробитие в 110 сантиметров. Ну да, это уже явно тянет на закономерность. Смотрим дальше. Заключительный выстрел от Саши Бурцева. Вы посмотрите на расстояние. 4 метра от кончика гарпуна до мишени это получается 6 с небольшим метров от глаза стрелка. Огромное расстояние. Если говорить про пресноводную подводную охоту, то такой прозрачностью могут похвастаться меньше 3% водоемов. И с этого расстояния девятка. И пробитие на 110 сантиметров. Супер результат. Что нам покажет Кирилл? Как бы не испортил нам статистику. Девятка. И точно по центру. Пробитие на вылет статистика сохраняется. Ну вот, шестерка. От зрителей начинает поступать, между прочим, требование удалить стрелка за стабильную криворукость. Смотрим, что будет на дистанции в 4 метра. Семерка чуть ниже и правее с пробитием на 73 сантиметра. Думаем, кучность стрельбы в комментариях не нуждается. Особенно в сравнении с пневматом. Посмотрим, какой же общий результат по паре дорогих длинных ружей. Да, здесь все очевидно. Арбалет на голову выше пневмата по обоим измеряемым параметрам. Получается, по итогу первых двух тестов на точность и дальность у нас лидирует арбалет со счетом 3-1. Это просто сухая статистика. Посмотрим, какой будет результат в следующих упражнениях. Далее мы будем оценивать дальность выстрела из этих ружей. Для того, чтобы оценить дальность выстрела, мы сделали вот такие вот мегамишени. Она 60 сантиметров высотой, с такого же материала. У нее здесь есть вот этот вот нулевой рубеж, скажем так, черный выделенный. Вот у нее центр. Каждый стрелок будет подплывать и стрелять по этой мишени из каждого ружья с каждым следующим выстрелом, увеличивая дистанцию. Ну, то есть подплыл Саша Кустов с арбалетом Wild Pro 50 и с двух метров совершил выстрел целясь сюда. Потом с двух с половиной, потом с трех, трех с половиной, четырех, четырех с половиной, пяти и так далее до предела, до того момента, как у нас гарпун не начнет падать под мишень. Или, в принципе, не долетать до мишень. Таким образом, мы определим дальность выстрела и победителя в этой номинации. Мы решили, что для проведения этого теста вполне достаточно, чтобы серию выстрелов из каждого ружья сделал один стрелок. Этого вполне достаточно для определения результата. Тест на дальность выстрела в ружье Wild Pro 50. Дистанция первого выстрела мы решили взять три метра, так как с двух с половиной метров мы уже стреляли по круглой мишени, и понятно, что гарпун долетает и существенно не меняет своей траектории на этой дистанции. Великолепный результат. Отклонение нулевое. Увеличиваем дистанцию до трех с половиной метров. Отклонение у самого дешевого арбалета из линейки Сальвимар минимально даже с дистанции три с половиной метра от кончика гарпуна. Обалдеть! Невероятно! Такого не может быть! Именно так говорила наша вся съемочная группа, когда видела этот выстрел. Четыре метра от кончика гарпуна – это пять с половиной метров от глаза стрелка. Самый дешевый арбалет в длине – всего 50. Никогда бы не подумали, что гарпун, выпущенный из него, долетит до мишени и воткнется в нее с такого расстояния. А он еще и воткнулся с отклонением всего пять сантиметров. Ну ладно, попробуем совсем экстрим. Отвяжем линь и выстрелим с дистанцией в пять метров. Смотрим, что из этого получится. Гарпун долетел и воткнулся в мишень. Конечно, с этой дистанции уже невозможно было бы подстрелить рыбу. Не хватило бы энергии на уверенное поражение. Но удивляет сам факт, что гарпун из такого бюджетного короткого ружья долетел до мишени и воткнулся в нее с такой дистанции. Отклонение от нулевого рубежа на 34 сантиметра. Короткий пневмат Сальвимар Предатор Рог-55. Дистанция 3 метра. Смотрим, какой будет результат. На 10 сантиметров ниже уровня и немного правее. Увеличиваем дистанцию сразу до 4 метров. На 30 сантиметров ниже и сильно правее. Мы решили, что нет смысла дальше стрелять из короткого пневмата в этом тесте. С большой дистанции мы просто не сможем уже попадать по мишени. И вывод очевиден. Тест на дальность выстрела в паре коротких ружей забирает арбалет. Настала очередь наших длинных ружей в тесте на дальность выстрела. И первым мы протестируем наш пневмат 75-ку, из которого будет стрелять Александр Бурцин. Начальную дистанцию для этого ружья мы выбрали в 4,5 метра. Так как с 4 метров мы уже стреляли по круглой мишени, и там было понятно, что гарпун долетает, хоть и с большим разбросом, но долетает. Нулевое отклонение. Вероятно, здесь победит пневмат. Смотрим, какой у него будет результат с 5 метров. А вот и выстрел в молоко. Гарпун улетел существенно правее мишени. При этом на замедленной съемке видно, что отклонение от центральной винии совсем не существенное. Примерно 5-6 сантиметров. А мы здесь оцениваем дальность, а не точность. Опять молоко. И опять правее мишени. Но занижение гарпуна на 23 сантиметров – это вроде бы не так много. Но, тем не менее, очевидно, что скорость полета гарпуна очень низкая. И, конечно, на таких дистанциях для таких коротких ружей не идет речь о пробитии рыбы. Решаем прекратить это издевательство и перейти к ружью Хиро. Из него у нас будет стрелять также Саша Бурцев. И также первая дистанция выстрела – это 4,5 метра. И мы видим отклонение на 4 сантиметра. У пневмата первый выстрел 4,5 метров был с нулевым отклонением. Смотрим следующую дистанцию в 5 метров. С 5 метров мы видим отклонение всего на 3 сантиметра от нулевого рубежа. Но все равно по итогам двух выстрелов у нас лидирует пневмата со счетом 5-7. Смотрим на выстрел с 5,5 метров из арбалета. 14 сантиметров отклонение. Все же и здесь арбалет вырывается вперед. При этом мы видим, что запас дальности у гарпуна еще есть. И решаем сделать невероятный для этого ружья выстрел с дистанцией 8 метров от глаза или 6 метров от кончика гарпуна. Этот выстрел не поет зачет. Но самим очень интересно понять, какой же будет результат. Итак, смотрим. Гарпун долетел до мишени и воткнулся в нее с отклонением в 30 сантиметров. Отличный результат с учетом того, что ружья 75 рассчитаны на дальность выстрела не более 3 метров от кончика гарпуна. Выходит, в очередной раз у нас побеждают оба арбалета. Итого счет 5-1 в пользу арбалетов. Как-то удивителен и для нас самих этот промежуточный результат. Но посмотрим, какие будут результаты по оставшимся тестам. У пневматов еще есть шанс отыграться. Всегда на подводной охоте хочется побыстрее перезаряджать ружье. Бывает какое-то стадо лещей вышло, ты одного успел стырнуть, они крутятся вокруг, ты успеваешь перезарядиться. Еще второго взять, ну пару лещей на копчуху к пивку, вообще то, что нужно. Вот. Мы решили не утомлять вас показом заряжанием всех ружей всеми стрелками. А просто показать заряжание всех ружей одновременно одним стрелком, а затем показать уже общие результаты всех 27 заряжаний. Ну вот, наконец, мы видим, что наши пневматы начинают сокращать. Отставания и в данном состязании забирают два балла из двух возможных. Результат становится 5-3 в пользу арбалетов. И у нас впереди еще голоса наших стрелков-экспертов, благодаря которым наши пневматы еще имеют шанс отыграться. Ребята, вот сейчас вы смотрите этот тест. Мы потратили кучу усилий. Я, честно признаться, до последнего сомневался, вообще получится у нас или нет. Потому что это реально сложная задача, когда ни разу в жизни этого не делал. Такая куча ружей, куча стрелков, куча мишеней. Сценарий я распечатал, там 36 страниц сценарий получился. Кошмар. Там же описано каждое действие, то есть как стрелок и так далее. В общем, это реально колоссальная работа. Но все равно, мне кажется, что мы, ну, вероятно, что-то упустили в этом. Поэтому, вероятно, что-то еще нужно было улучшить, сделать. И, вероятно, мы будем снимать еще такие тесты. Поэтому, если вас не затруднит, вы напишите в комментариях, что мы упустили в этом тесте, что еще бы хотелось добавить в него. Может быть, какие еще подобные тесты и с какой механикой вам хотелось бы, чтобы мы сняли для вас. Поэтому это будет очень полезно для нас. И мы обязательно прислушаемся и сделаем. Поэтому ждем ваших комментариев. Что могу сказать по результатам? Значит, были тесты на мощность, тесты на дальность выстрела. В сравнении, пневматические ружья показали себя более мощными, но менее стабильными с точки зрения точности попадания. И дальности стрельбы у них, конечно, не хватает в сравнении с арбалетами. То есть арбалет. Напротив, арбалеты оба показали себя более точными. Более стабильные результаты на мишени показывают, более кучную стрельбу. И, соответственно, дальность выстрела у них процентов на 30 больше, чем у пневматических ружей. Да, если говорить о том, что бы я выбрал, то это вопрос зависит от того, какие условия охоты. То есть для охоты в коряжнике я бы по габаритной рыбе использовал, конечно, пневматические ружья. И на короткой дистанции, в небольшой прозрачности. Для охоты более чистой воде и где рельеф менее густой, я бы использовал арбалеты. На вопрос о том, какое я выберу ружье из 50-ок, пневмат или арбалет, я выберу все-таки пневмат. Потому что на длинные дистанции не нужно это ружье. Ну, объективно, такое ружье берут для выстрелов на короткие дистанции. Метр, ну, край полтора метра от кончика гарпуна стреляют. С этой дистанции оно позволяет попасть в какую-то даже не очень большую рыбу. На этой дистанции оно мощнее. То есть для пресной воды и так далее оно больше подойдет. Из длинных ружей, арбалет 75-ка и пневмат 75-ка, я, конечно же, возьму арбалет. Ну, блин, я люблю это ружье. Я hero, мое любимое ружье. Я реально с ним охочусь. И, ну, оно намного точнее. И оно на дальних дистанциях позволяет, понимаете, я получаю эстетическое удовольствие от вот этого выстрела там с 5 метров в глаз щуки. Вот это кайф, да? Поэтому оно мне его может доставлять, поэтому я, конечно же, выберу его. Из 75-ок из этих я бы взял себе арбалет. Я просто люблю арбалеты. Вот. И меня габарит не смущает. И, конечно, я был удивлен, что комплектация данного арбалета позволяет стрелять на 4, 4,5 метра вполне в режиме охоты. То есть очень точно стреляет и очень мощно стреляет. Мне понравилось это. А из вообще комплектации, которую вот мы проверяли, скажем так, 60-ка давно известный мне фаворит, именно арбалет, как рабочий такой инструмент. Я был удивлен при мощности 55-го пневмата. Довольно точный, хороший пневмат на ближней дистанции. Ну вот мы и завершили наш супертест. Наши стрелки все как один отдали свои голоса за короткий пневмат и длинный арбалет в последнем испытании мнения эксперта. Поэтому каждая группа ружей набирает еще по 3 балла. Итоговый результат 8-6 в пользу арбалетов. Победили арбалеты. Ну и, конечно, мы видим, что наш тест подтверждает давнюю истину, что под каждые условия нужно подходящее ружье. Прозрак 2-3 метра или меньше, и есть камыши, коряги и тому подобные препятствия. Берем короткую пневматику. Прозрак 4-5 метров и открытая вода. Конечно, эффективнее будет арбалет. Я думаю, что этим тестом мы доказали наш постулат о том, что для разных условий разные ружья. Повторюсь еще раз. Для прозрачной воды с минимальным количеством препятствий арбалет, конечно же, the best. Ну, потому что точность в разы выше, чем в пневматике. И дальность тоже выше. Для мутного пресняка пневматика. Поэтому, если вы выбираете первое ружье, то вам нужно выбирать то ружье, которое будет подходить под ваши условия. Если вы где-то в пресной воде, в средней полосе России, только начинающий, пневмат, полтинник однозначно. Если вы живете где-то на море, то, собственно, у вас прозрачность 5 плюс метров и более. По морской рыбке охотитесь. Ну, конечно же, вам нужно выбирать арбалет. Пневматику уже потом докупать, если вы соберетесь поехать куда-нибудь на пресную воду нырять. Так что, ребят, с вас лайки, подписки. А я с вами прощаюсь. Увидимся на подводной охоте. Всем пока.